Украинский язык всегда был языком меньшинства, меньшинства. Именно поэтому в советское время была кампания по украинизации. Именно в советское время писали эти учебники, сочиняли этот язык. В чём независим? Вот у нас есть флаг, герб, гимн, язык отдельный. Я говорю, Павел Григорьевич, как по-украински будет спина? Спина. Рука как будет? Рука. Жопа как будет? Срака. И что вам за одно слово и герб, и гимн, и флаг? И дурак. Вот всё. Вот всё, что он... История украинского языка, какая она была? И был ли украинский язык изначально? Тот, кто считает украинский язык искусственно созданным, имеющим более поверхностные исторические корни, по сравнению с русским, глубоко ошибаются. Украинские книги печатаются с середины 16 века. В отчуте сотрудника археологической комиссии в Переяславе отмечается, что Пересопницкое Евангелие было изначально оформлено и написано на малороссийском диалекте, который в то время из-за царской цензуры называли украинский язык. Однако, притеснение украинского языка началось спустя полвека после публикации перевода Пересопницкого Евангелия в 1622 году. Царь Михаил под влиянием московского патриарха Филарета приказал сжечь все экземпляры назидательного Евангелия Гирилла Ставровецкого, напечатанные в Украине. Впоследствии украинский язык систематически подавлялся, но так и не был успешно искоренен. В 1720 году Петр I издал указ, запрещающий печатать на украинском языке и удалять украинские тексты из церковных книг. В 1729 году Петр II приказал переписать все указы и распоряжения с украинского языка на русский. В 1763 году Екатерина II издала указ о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии. В 1775 году была уничтожена Запорожская сечь, а украинские школы при казахских полковых канцеляриях были закрыты. В 1832 году образование в правобережной Украине было реорганизовано в соответствии с имперскими принципами. При этом русский язык стал языком обучения. В 1847 году братство Кирилла Мефодия потерпело поражение, что привело к усилению гонений на украинский язык и культуру. Запрет распространялся на произведения Шевченко, Кулеша, Костомарова и других. В 1863 году Валуевский циркуляр запретил цензуру разрешать печатать духовно-просветительскую литературу на украинском языке, заявив, что отдельного малороссийского языка нет и быть не может. В 1870 году министр правосвещения России Дмитрий Толстой разъяснил, что конечной целью образования должна была быть ассимиляция всех людей, что привело к подавлению украинского языка. В 1876 году Эмским указом Александра II было запрещено печатание и ввоз из-за границы любой украиноязычной литературы, а также запрещены выступления на украинской сцене и печатание украинских текстов с нотами. В 1884 году Александр III запретил украинские театральные представления во всех малороссийских губерниях. В 1888 году Александр III издал указ, запрещающий использование украинского языка в официальных учреждениях и крещение детей с украинскими именами. В 1911 году Седьмой дворянский съезд в Москве принял резолюцию, выступающую за исключительно русскоязычное образование и недопустимость использования других языков в русских школах. В 1914 году празднование 100-летнего юбилея Тараса Шевченко было запрещено указом Николая II, который также запретил украинскую прессу. В 1926 году Сталин написал письмо товарищу Кагановичу и другим, поручив им принять меры против национальных предрассудков и усилить преследование украинских патриотов. В 1970 году был издан указ, обязывающий защищать диссертации только на русском языке. В 1972 году партийным органам было запрещено праздновать юбилей музея Ивана Котляревского в Полтаве, а годом позже было запрещено праздновать юбилей произведением Ивана Котляревского «Энаида». В 1974 году ЦК КПСС принял постановление о подготовке к 50-летию создания Советского Союза, провозгласивший официальный курс на денационализацию и создание новой исторической общности советского народа. В 1978 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о мерах по дальнейшему улучшению изучения и преподавания русского языка в союзных республиках, известные как «Брежневский циркуляр». В 1983 году указом Андропова были введены дополнительные меры по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик. В 1984 году СССР начал проводить политику повышения заработной платы учителей русского языка на 15% по сравнению с учителями украинского языка. В 1989 году ЦК КПСС принял постановление о законодательном закреплении русского языка как государственного и об основах государственной языковой политики. Это постановление значительно сузило сферу использования украинского языка в большинстве регионов Украины. В 2014 году после того, как бывший президент Украины Янукович сбежал в Россию, патриотически настроенные парламентарии попытались отменить спорный закон о языке. Однако кремлевская пропаганда и продажные политологи и СМИ исказили реальность, обвинив украинские власти в попытке запретить русский язык. На самом деле намерение состояло в том, чтобы вернуться к нормам, которые позволяли мирно существовать украинцам разных языковых групп на протяжении десятилетий. На протяжении всей истории власти в Москве последовательно притесняли украинскую культуру и язык, увековечивая миф о превосходстве России и неполноценности Украины. Однако русскоязычные граждане никогда не подвергались преследованиям, как и иностранные гости, посещавшие Украину. Те, кто пытаются утверждать обратное, либо никогда не были в Украине, либо просто лицемерят. Важно признать историческое подавление украинского языка и культуры и работать над развитием языкового и культурного разнообразия в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok